Вот знаете, ребята, можете называть меня днищем, кидать в меня тапками или говорить, что я не разбираюсь в World of Tanks, но я лично уже вот года 3-4 уверен, что Ягдтигра и Фердинанда нужно перевести на уровень ниже. Потому что когда-то давно Феди на 8 уровне, конечно, нагибал, но нагибал он еще в те времена, когда не было кучи других ПТ-САУ, когда среди СТ-8 была только Пантера 2 и Т-44, и когда среди всех других ПТ-САУ, например, того же 9 уровня, был только Ягдтигр и Объект 704. Все это было в те старые времена, тогда его броня решала. Сейчас же его броня абсолютно ничего не решает и вытягивает его на 8 уровне только орудия, потому что действительно орудие хорошее, маусган это топчик. Но если сравнивать Фердинанда с тем же борщом или Ягдпантера 2, он этим ПТ-шком полностью проигрывает практически по всем показателям. Что же касается Ягдтигра, с ним примерно похожая ситуация. Когда-то на 9 уровне он был достаточно неплох, когда-то ему апнули ХП и апнули орудия, и он действительно заиграл новыми красками, но очень на короткий период. Потом появилось много новых имп, много новых танков, появилась артиллерия 10 уровня, в общем рендом сильно поменялся, и Ягдтигр как когда-то был бесполезный ПТ-САУ 9 уровня, так он ею и остался. И я считаю, ребята, что Федю надо в его исторической комплектации перевести на 7 уровень, там где его броня действительно будет что-то решать. А Ягдтигра немецкого надо перевести на 8 уровень, потому что даже на 8 уровне известный вам приматанк Яга 8.8 не так уж и хорошо танкует. А что же можно сказать про тот же самый корпус на 9 уровне? Там его просто, простите, обоссывают в лицо, причем не голдой, обычными снарядами. Так что, дорогие зрители, очень сильно надеюсь, что разработчики прислушаются голосу разума и отбалансируют эти ПТ-САУ на уровень ниже. Ну а пока что, друзья, у нас есть возможность поиграть на Ягдтигре на 8 уровне, но это только лишь потому, что на супертесте появилась новая прем ПТ-САУ, и скорее всего, возможно, в ближайшие месяцы она появится и в игре. Это я говорю про новую немецкую прем ПТ 8 уровня Ягдтигр-H. Да, ребятки, это все тот же старый добрый Ягдтигр, но без своего мега-клевого орудия на 9 уровне, с обычным маус-ганом и на 8 уровне. Внешне, в принципе, ребятки, это все тот же Ягдтигр 9 уровня, только стоковый. Такое же бронирование, такой же стоковый маус-ган, такая же бронерубки, корпуса и так далее. Размеры один в один. Гораздо более интересно посмотреть на остальные его характеристики. Что касается пушки, тут, в принципе, все понятно. Маус-ган, 246 пробития, 490 урона, 2400 ДПМ, точность хорошая, 0.33 на 100 метров, сведение тоже неплохое, 2.2. У ВНы, как и у обычного Ягдтигра, 7.5 пушка опускается вниз. А вот подвижность у этого прем Ягдтигра, в отличие от его соплеменника на 9 уровне, очень и очень печальная. Потому что масса 75 тонн, а двигатель всего лишь 700 лошадей. И получается удельная мощность даже не 10 лошадиных сил на тонну, а 9.5. Максималка, так же, как и у большого, собрата 38 километров в час. То есть этот новый Ягдтигр будет такой же слупочный, как и льготная Яга 8.8, которую разработчики недавно вывели из продажи. Прочность танка 1600 лошадей. Про бронирование уже говорил. Обзор 370 метров. Ну что, ребятки, можно сказать? Скорее всего, разработчики, выведя из продажи льготную Ягу 8.8, решили подарить игрокам какую-то замену этой потасау. И так как Скорпион Г сейчас не продается, а он, известно, очень жесткая и невероятная имба. И я понимаю, почему разработчики продают его, скажем так, не постоянно, а отдельными партиями. Просто, чтобы весь рендом не превратился в противостояние на 8 уровне из одних Скорпионов Г. Как это сейчас происходит на 10 уровне, где то с одной, то с другой команды бывает по 3-4 гриля. И это бесит просто жутко. Поэтому разработчики решили ввести нельготную премиумную потасау с маусганом. В принципе, достаточно классическую. И она собой представляет примерно то же самое, что я считаю, что нужно сделать с Ягдтигром 9 уровня. Его нужно перенести на 8 уровень. Дать ему хороший, возможно, немножечко апнутый маусган. И там его и оставить. И это, ребятки, именно то, что я считаю, что нужно сделать с Ягдтигром 9 уровня. Его нужно перевести на уровень ниже. Дать ему маусган. Возможно, в чем-то его апнуть. И оставить его примерно вот в таком виде. И тогда на 8 уровне со своей рубкой он хоть что-то сможет сделать. Потому что на 9 он просто не танкует от слова вообще. Но непонятно, будут это делать разработчики или нет. Ну а пока что они вот нам предлагают такого вот прем Ягдтигра. Будет ли это потасау имбовой? Нет, ребятки, скорее всего не будет. Потому что нет динамики, потому что броня все равно будет голдой пробиваться даже на 8 уровне. И потому что танчик будет очень зависим от команды, как любая медленная машина. Сможет ли Яга танковать и фармить? Фармить, думаю, сможет. Потому что маусган все-таки, ребятки, есть маусган. А прем это есть прем. Ну и танковать, если вы попадете в топ, а трубки в каких-то ситуациях все равно можно будет. Но сильно, как говорится, свой роток не раздевайте. Голда есть голда. Ну и второй прем танк, про который я вам сегодня хочу рассказать, который тоже появился на днях на супертесте, это советский СТ 8 уровня Т-44-85М. Достаточно интересная и, честно говоря, неоднозначная машина. Выглядит внешне как обычный стоковый Т-44, только вот броня похуже. Но давайте не буду забегать вперед, обо всем по порядку. Огнивая мощь. Тут у нас ситуация неоднозначная. С одной стороны пробитие классическое, как для Т-44, 183 мм. С другой стороны урон, ну, честно говоря, какой-то маленький. Всего лишь 180 альфа. В то время как у обычного советского Т-44 240. Точность неплохая. 0,34 на 100 метров. Сведение быстрое. 2 секунды. У венов, понятное дело, нет всего лишь минус 6, но это, как говорится, особенность многих советских СТ. Теперь про подвижность. Она, конечно, просто шедевральная. Масса всего лишь 30 тонн, мощный двигатель, удельная мощность, получается практически 24 лошадиных сил на тонну. Максималка 60 км в час. То есть наш Т-44-85М будет по карте летать. Ну, в принципе, как и обычная Т-44. Прочность 1200, а вот бронирование похуже, чем у прокачиваемой 44-ки. Если у 44-ки лоб 90 мм, а башня 120, то у нашего према броня, как у кваса. Лоб корпуса 75 мм, а броня башни 115 мм. Обзор 380 метров и, кстати, достаточно такой неплохой, как для СТ 8 уровня. Что можно сказать по итогу? Динамика это ок. Мне очень нравится, танчик будет быстрый и так далее. Точность танка тоже будет хорошая. Броня не такая хорошая, как хотелось бы, но с этим можно смириться. Как я уже не раз вам говорил, в 17-м году в World of Tanks броня, ну, не особо роляет. А вот по поводу пробития, альфа урона и ДПМ орудия, есть большие вопросы. Как я вам, ребятки, уже не раз говорил, прокачиваемой Т-44 танчик хороший и интересный. Но ему не хватает пробоя орудия. И ему не хватает иногда альфы или ДПМа. У нас же тут, ребятки, есть тоже танчик с таким же пробитием, не самым лучшим среди СТ 8 уровня и с еще более печальной альфой. Возникает вопрос, в чем концепция этого танка? Мои, ребятки, предположения такие, что у этого Т-44-85 после его окончательной настройки, ведь эти данные предварительные, будет фишка в том плане, что это будет на 8 уровне такой же дырокол, как Т-34 советский на 5 уровне. То есть все катались на советской Т-34 5 уровня. Хороший, даже имбовый СТ. У него, ребятки, не самая большая альфа, не самая большая броня, не самое большое пробитие, но у него просто зверский, зверский ДПМ и зверский дырокол. Мне что-то подсказывает, что именно примерно такая же концепция будет у этой Т-44-85М. То есть небольшая альфа, но при этом быстрая перезарядка и, понятное дело, зверский ДПМ. И вот с таким вот дыроколом своим Т-44-85М, возможно, что-то сможет. Пока что рано судить, опять же, все ТТХ предварительные. Вот, возможно, получится что-то хорошее. Все-таки я надеюсь на волшебную бороду нашего Муразора, который он сбрил и спрятал у себя в шкафчике, что она все-таки, как говорится, будет, как в том старом советском фильме про Хатабыча, Дзинь Трах Дебедох и получится хороший племтанк. Ну, надеюсь, вы поняли, о чем я. Хотя, если не поняли, просто пересмотрите фильм. На этом, дорогие зрители, у меня вся интересная информация на сегодня. Если вам видео понравилось и было интересным, не забывайте нажать лайк. Каждый ваш лайк позволяет автору этого канала быть все более успешным, богатым, знаменитым и пользоваться все большим успехом у девушек. На самом деле нет, просто становится на душе более приятно. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал. Как говорится, почему бы не подписаться? Ведь тогда вы сможете смотреть еще больше интересных видео и не пропускать какие-то интересные новости. А на этом у меня все. Пока-пока. Пока-пока.